Ростов сегодня это продление особого режима работы общепита с легким смягчением и в то же время новый антирекорд коронавирусной статистики. Это снегопад, ставший причиной нескольких ДТП, дебош на борту авиарейса Москва-Ростов и чудеса инкассации, обналичивающие купюры банка приколов. Это поездки на дополнительных городских электричках и определение мест для крещенских купаний. Ростов сегодня это творог на старом базаре и футболисты Ростова в современной Испании. А еще изготовление памятника Цезарю Куникову и снег за окном как минимум до понедельника. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Особый режим работы общепита в регионе продлен с небольшими корректировками в сторону смягчения. Постановление подписал губернатор. Особый режим был введен на срок с 25 декабря по 14 января. Дальше рестораны, кафе, столовые по-прежнему могут работать с 7 утра до 10 вечера. Остальное время на вынос и доставку. Сохранены и требования по минимальной площади помещения на каждого гостя не меньше 4 квадратных метров и максимальному числу гостей 10 при проведении корпоративов или других торжеств. А вот результат теста на коронавирус предъявлять теперь не надо. Антирекорд в коронавирусной статистике региона. 398 зафиксированных случаев заражения за сутки. 136 положительных тестов в Ростове, по 14 в Батайске, Гукове, Новошахтинске и Милеровском районе. Каждый третий инфицированный из группы риска 65+, доля детей 3%. Еще 17 человек умерли. 9 женщин от 57 до 88 лет и 8 мужчин от 61 года до 83 лет. 304 человека выздоровели. В целом же по стране больше 24,5 тысяч заразившихся. Умерли 555 человек, вылечились больше 27,5 тысяч. О том, как билеты банка приколов становились настоящими купюрами, можно узнать из уголовного дела, связанного с инкассацией. И никакого нанесения водяных знаков или еще чего. Элементарная подмена. Изумляется наглости преступницы Ростовский городовой. Также в сегодняшней сводке Лидии Романченко снежные аварии и памятка. Как нельзя вести себя в самолете. Ростовский городовой на страже информация о самом заметном. В хронике происшествий расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Снежная погода не располагает к дорожным путешествиям. В самых крупных авариях этого утра отметились большегрузы. По дороге в Волгоград-Каменск «Хонда» при обгоне протаранила встречную фуру. И в этот автозамес следом влетели еще один грузовик «Газели» и две легковушки. Авария унесла жизни водителя и пассажира «Хонды». Еще два человека госпитализированы с травмами. А этот грузовик со ставропольскими номерами прильнул к снегу на восточном шоссе в районе авиагородка, не выехав из-за носа. В этом ДТП никто не пострадал. Попутные машины успели увернуться. Непогода помешала доехать из Ейска в Ростов двум женщинам с младенцем. На дороге Азов-Староминская водитель «Гольфа» не справилась с управлением и влетела во встречный «Ниссан». С закрытой черепно-мозговой травмой ее госпитализировали, а пассажиры, мать с 8-месячной дочкой, попутным транспортом направились в Староминскую на обследование. Областная ГИБДД напоминает автомобилистам об осторожности на снегу. Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям, а также необходимо увеличить дистанцию до движущейся впереди по путному направлению транспортного средства и обеспечить безопасный боковой интервал. Буйный попутчик достался пассажирам авиарейса «Москва-Ростов». О том, что на борту нужна помощь, полицейским еще на подлете сообщил командир воздушного судна. 62-летний мужчина, встречающим в форме, был явно не рад и выражал негодование матом. Уже это весомый повод для уголовного дела об оскорблении представителя власти. Пока же о хороших манерах мужчине будут напоминать как минимум два протокола за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и мелкое хулиганство. Для начала дебоширу грозит арест на 15 суток. Полицейские доставили 62-летнего жителя города Ростова-на-Дону в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов. В отношении гражданина составлены административные протоколы. Цветные бумажки превращаются в ценную наличность. И никакой магии. Такая ловкость рук сходила с рук сотрудницы инкассации целых 4 года. Пользуясь свободным доступом в хранилище по службе, ростовчанка подменивала настоящие купюры билетами банка приколов. Тайные махинации стали явными, когда женщина успела обналичить макулатуры на 9 миллионов 400 тысяч рублей. Теперь сувенирные бумажки, вещдоки в уголовном деле. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления Министерства внутренних дел России по городу Ростов-на-Дону установили сотрудницу частной организации, оказывающей услуги по инкассации и промежуточному хранению денег. Женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что подозреваемой 40 лет она работала начальником операционной кассы и пока идет следствие, находится под подпиской о невыезде. На этом все. До встречи. Опять от меня сбежала последняя электричка. А тут еще и мост закрыли. Чтобы возможность добраться до места работы вовремя и в таком случае оставалась, введены дополнительные городские электрички. Две утром, одна вечером. Так должны в какой-то степени разгрузиться дороги западного военведа и стройгородка. До закрытия Мастана-Малиновского самыми популярными направлениями в центр города были Ростов-Западный и 1337-й километр. Это конечная стройгородка. И пока на Таганрогском шоссе и площади второй пятилетки стоят пробки, пассажиры электрички добираются за 15-20 минут. Александр Атаманчук каждый день ездит в центр на работу со станцией Ростов-Западный. Пересесть из машины в электричку решил в первый рабочий день после новогодних праздников. Хотя сначала попытался добраться, как и раньше на машине. Но если в прошлом году на дорогу тратил час, то в этом время выросло в разы. Два с половиной часа до середины военведа я доехал. Ну так, чтобы понимание было. Самолетик вот этот я проехал. Вот это было два с половиной часа. Как бы не выдержал, развернулся и уехал. Вот потому что бесполезно было ехать, в принципе, дальше. Вообще на работу приезжаю быстрее, конечно. И отдохнуть от автомобиля. Спасением и гарантированным неопозданием на работу электричка стала и для Людмилы Алдохиной. С остановки 1337-й километр она едет до пригородного вокзала, а потом на маршрутке. Он меня напугал в первый день, поэтому я решила ехать уже на электричке, гарантированно приезжать в нужное время, не опаздывать. И это прогнозируемо. Я живу недалеко, поэтому мне удобно спуститься в рощу, сесть на электричку и доехать до пригородного вокзала, пересесть на маршрутку и приехать на работу. Из-за закрытия моста на Малиновского дополнительно назначено три кольцевых маршрута городской электрички. Два поезда утром и один вечером. Первый отправляется с пригородного железнодорожного вокзала в 5.53 по маршруту Ростов-Главный, Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская, Сады, Ростов-Западный, 1337-й километр, Тимирник и прибывает на главный вокзал в 7.17. Этот маршрут удобен тем, кому надо успеть на работу к восьми. Второй утренний поезд отправляется уже с главного вокзала в 7.50 и возвращается на него же в 8.53. Самые популярные маршруты мы увеличили в утреннее время до восьми вагонов, в вечернее время до шести вагонов. На значение дополнительных поездов пока на текущий момент не планируется. Могу сказать точно, что на участке Ростов, на 1337 километр Ростов, ну примерно процентов на пять пассажиропоток вырос. Но это смягчает весь негативный фактор. Естественно, мы мониторим каждый день, занимаемся и маршруты электричек, и маршруты автобусов, и количество людей, которые непосредственно участвуют в этом движении. Дополнительная вечерняя городская электричка отправляется по кольцевому маршруту с пригородного вокзала в 17.50 и прибывает на него же в 18.54. Екатерина Лободина, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Было с февраля, теперь с апреля. Сроки приема документов для зачисления детей в первый класс сдвинулись на два месяца по приказу Минпросвещения. Приемная кампания стартует с началом второго месяца весны и продлится до 30 июня. В это время родители могут подать заявление о приеме ребенка в школу по месту прописки. Для тех родителей, которые не хотят по каким-то причинам подавать заявление в образовательную организацию, к которой они прикреплены, для них приемная кампания начнется с 6 июля и продлится до 5 сентября. Образец заявления на школьном сайте, его можно заполнить и отправить. А для личной подачи заявлений во всех школах устроят приемные дни. И еще с нового года закон закрепил преимущественное право родных братьев и сестер учиться в одной школе. Девять мест для крещенских купаний определено на сегодня в Ростове. Это Гремучка, Сурбхач, Серафимовский источник в Ботаническом саду, Ростовское море, Северное водохранилище, источник в Свято-Иверском женском монастыре, Родник Серебряный, Святой Георгиевский источник и купель на территории храма при половине Пятидесятницы на Всесоюзной. Все эти места должны быть оборудованы лестницами и перилами для входа в воду и специальными ограничителями, которые не дадут заплыть под лед. У каждой купели будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Впервые будут и санитарные требования. Люди должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Помещения для переодевания, обогрева и медпомощи нужно оборудовать из расчета не меньше 4 квадратных метров на человека и устраивать там влажную уборку не реже, чем каждые два часа, причем с противовирусными средствами. К тому же в этих местах обязательны санитайзеры и установки по обеззараживанию воздуха. По всей области готово 89 мест для крещенских купаний. Но МЧС предупреждает, теперь ситуация, это число может подкорректировать. Сначала появилась личная страница Таганрогской лужи, теперь аккаунтом обзавелся и мост на Малиновского. Ему тоже посвящают злободневные стихи, а еще здесь каждый день рассказывают о самочувствии путепровода. Что еще обсуждают ростовчане в сети, узнала наш интернет-корреспондент Юлия Карасюк. Еще ростовчане стали свидетелями разборки зебры и розовой лошади, а в парке «Дружба» для деревьев связали свитеры. Начну по порядку. Становится традицией заводить в соцсетях страницы проблемным объектом. Теперь в Инстаграме есть личный аккаунт Мастана Малиновского. Хроники аварийного путепровода ведут меньше двух дней, но наблюдают за ними уже несколько тысяч человек. В постах рассказы о том, что сооружение приболело, но это в порядке вещей для мостов, и о том, что для пешеходов на нем сделали освещение. Зачем мне ясно? Я ведь парень не опасный и недоумевает мост. Ну или тот, кто скрывается под личиной аккаунта. И приправляет рассказы стихами. Вот, например, под фото моста с электричкой. Больше ни о чем не беспокоясь, ты автобус поменяй на поезд и неспешно так под стук колес транспортный решается вопрос. Что ж, с нетерпением жду, когда личные страницы появятся и у остальных проблем города, у утренней пробки на Нагибино, например, кто едет в пробки по утрам, тарам-парам, парам-тарам. Недетские разборки, сказочные зебра и розовая лошадь должны были дарить ростовским ребятишкам счастье и радость. А вместо этого нанесли моральную травму, подрались на глазах у прохожих. Эти персонажи постоянно работают у входа в парк Горького, развлекают малышню и предлагают совместную фотографию. Но видно, кто-то из них зашел не в то стойло и стал претендовать на территорию соперника. Кстати, ростовчане в комментариях под видео сразу раскусили замысел драчунов. Это просто пиар, пишут они. Да, драка тут явно не похожа на настоящую. А те, кто был рядом в этот момент, кстати, защищают аниматоров. Ребятам было просто скучно, вот и решили развлечься таким образом. Осторожно, на парк Дружба совершено нападение бабушек с вязальными спицами. Иначе как объяснить эту картину? Стволы берез украсили разноцветные свитеры. Видимо, все собачки уже одеты. Заметно, с какой заботой неизвестные украшатели позаботились об уюте деревьев. Размеры вязаной одежки идеально подходят под диаметр ствола. Хотя не все ростовчане оценили модный прикид берез. Были и те, кто ругал благодетелей. Мол, такое творчество вредно для здоровья растений. На что другие ответили. В свитерах есть отверстия, воздух будет свободно проходить, а значит деревьям ничего не грозит. На этом у меня все. Спасибо, Юлия. Мы продолжаем. Как говорить правильно, творог или творог? С древних времен философы, лингвисты, пастухи искали ответ на этот вопрос. А потом махнули рукой, и многие словари сейчас допускают оба варианта. Тем более, что главное в твороге-твороге, по мнению нашего центрально-рыночного корреспондента Олеся Слынько не ударение, а впечатление. А из этого продукта в древности делали пуговицы. Прессованный творог по твердости можно приравнять к пластмассе. А за самое высокое содержание белка среди всех молочных продуктов он получил звание «белое золото». Что ж, сегодня пройдемся по творожным рядам старого базара. У меня за прилавком только натуральная продукция. У меня все покупатели, вип-клиенты. Спасибо им большое. Молочные продукты на этом прилавке из Мясниковского района. Манушаха Тламаджиян продает на этом месте творог из сыры собственного производства вот уже 34 года. Говорит, ростовчане любят творожок пожирнее по старинным бабушкиным рецептам. Это у нас обычный жирный творог, не перегонный. Дуем корову с парного молочка, ставим в духовочку, молоко закипает, сворачивается и становится жирным творогом. Это рецепт наших бабушек. А вы сами делаете? Да, это я сама делаю. Я это никому не доверяю. А вот рестораны закупают обезжиренный и не только из экономии. Он лучше подойдет для сырников и запеканок. Это у нас перегонный творог, просепарированный. Через сепаратор пускаем, творог обратно отдельно, сметану отдельно. Оставляем на суточке, оно сворачивается. Заливаем, делаем обезжиренный творог. Чтобы получить 5 килограммов творога, нужно 40 литров молока. Качество этого продукта зависит от того, что едят коровы. Зимой их лучше кормить люцерной. Хозяина, который экономит на питании рогатых, можно определить по кислому вкусу творога. А вот еще один старинный рецепт, который поможет сохранить всю молочную пользу. Доесть корову, сразу в чугунную кастрюлю и в духовочку. Молоко томится часа два, потом сворачивается. Это с цельного молока творог называется. Елена Срабианян тоже привозит на старый базар свою продукцию. И так уверена в ней, что готова всем подсказать, как выбрать качественный продукт. Его можно спокойно проверить, капнув на нее йода. И если творог домашний, он не красится. Если творог не настоящий, то есть он с добавками, он красится, сразу превращается в фиолетовый цвет. Либо творог, он дает какую-то реакцию. Ну а если йода с собой нет, пробуйте на вкус. Творог настоящий, он не остается в полости рта. То есть вы его попробовали, вы его проглотили, и вы его не почувствовали. А не настоящий, где есть растительный жир, он остается на небе. Хранить творог лучше в холодильнике, но не в морозилке. Хотя домашний продукт долго не пролежит. Максимум пять дней. И только в стеклянной или эмалированной посуде. Цена домашнего стартует от 200 рублей за килограмм и повышается не сильно. Зимой творог всегда дорожает. Просто потому, что дороже кормить корову. Олеся Слынько, Николай Кубышкин, первый ростовский. Матч гонбольной лиги чемпионов Ростов-Дон-Биттингхайм в субботу состоится. Коронавирус не помешает. Разве что не выйдет на площадку Анна Вяхерева. А футбольный Ростов сыграет на сборах в Испании с местным и шведским клубами. В Ростове спортивном сегодня анонсы. И наш биатлонно-бобслейный обозреватель Лев Клинов, радуясь мощному снегопаду, озвучит их подробнее. Да, сегодня стартует открытый чемпионат Ростова-на-Дону по санно-лыжному спорту. Участвовать могут все, кто хочет и где хочет. А отмена гонбольного матча в Норвегии действительно не продлилась на следующий. Играть дома с немками есть кому. На матч Лиги Чемпионов в Ростовчанах с немками все билеты уже проданы. И игра будет. Как сообщили нам сегодня в клубе, все отрицательные тесты, сданные в Норвегии, подтвердились пробами, взятыми уже здесь, в Ростове. Так что ждем субботней встречи с Бетекхаймом. А пока новости с футбольных сборов. Возможные новички Ростова, замеченные в первый день сборов в Испании, молодые игроки Локомотива, Махатадзе и Турищев. А еще хорошо известный ростовчанам гораздо более опытный вратарь Андрей Синицын, который досрочно расторг контракт с Краснодаром. Я начал следить за Синицыным с 2014 года. В начале сезона 14-15 Краснодар выиграл у нас 2-0, во многом благодаря голкиперу. В конце первого тайма Андрей дважды спас свои ворота после ударов с 11 метров и, возможно, тогда, после удара Дьякова, подготовил Акинфеева к серии пенальти с испанцами на чемпионате мира 2018. Вратарь качественный, но долгое время практики особо не имел, уступив позицию первого номера сначала Крицуку, а затем и Сафонову. Да и у нас Песяков с Бабуриным вряд ли захотят подвинуться со своих заработанных позиций. Интересно, Синицын выдержал наряду со всеми работу в планке? Посмотрите, как это делает Валерий Георгиевич. Да, тренер после праздников улучшает и без того крутую форму, а японский забивало, то ли хвалит его, то ли просто совершенствует русский. А теперь актуальная информация по первым матчам. 20 января наши парни сыграют с местным клубом «Морбилия», представляющий третий по силе дивизион Испании. А 24-го покажут, на что способны с представителем элиты футбола Швеции Эстер Сундом. Он в прошлом сезоне занял 13 место. Запланирован матч на 28 января, соперника назовут позже. Морбех, придумавший зимнюю высадку десанта, талантливый командир десантного отряда, захвативший плацдарм «Малая земля» и погибший от шальной мины. Все это о ростовчанине, героя Советского Союза, посмертно Цезаре Кунникове. В его честь названа Ростовская улица, есть мемориальная доска, а скоро будет и памятник. Обозреватель Ростова культурного Юлия Сурикова побывала сегодня в мастерской. Сейчас обсуждения больше технические, точное расположение памятника и благоустройство вокруг него. А художественная составляющая давно позади. Еще бы, прошло пять лет, прежде чем бронзовая фигура Цезаря Кунникова была полностью отлита и собрана в единую скульптуру в экспериментальной литейной мастерской ДГТУ. Творческая группа Сергей Олешний, Михаил Ушаков и Юрий Дворников приступила к созданию памятника в 2015. Тогда же придумали, как должен выглядеть герой Советского Союза, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля». Конечно, сходство во внешности брали с немногочисленных фотографий ростовчанина Кунникова. По остальным деталям консультировались с военными моряками. Какая должна быть одежда, какая кокарда, какой бинокль. Поэтому это от них. Я сам этого не знал. О нем нужно говорить много. Это человек, который и один из основателей морской пехоты. Здесь, под Синявкой, на Азовском море, штаб был в Азовской флотилии в Азове, формировал морскую пехоту. Это тот человек, который первым открыл глаза, что фашисты разрабатывают атомное оружие. Стойка мужественная, а взгляд напряженный. Кажется, офицер Кунников и сейчас ведет разведку и готовится со своим мобильным плавучим отрядом провести очередную диверсию в селе Синявском. Бинокль в руке, автомат ППШ за плечами и дорожная сумка. А на груди – медаль за трудовое отличие. Эту награду за активность в комсомоле и работу в газете «Машиностроение» Кунников носил и войну. Так что это очень важная деталь, подчеркивают творцы. Сначала была идея сделать его на гранитном постаменте, ну традиционно как. Потом мы, в общем-то, пришли к выводу, что лучше использовать природный камень, который, в общем-то, характерен и для юга Ростовской области, и для Новороссийска. То есть он как бы вот бронзовый камень вырастает из природного камня. А на фоне, на гранитном стекле – фотография с информацией о Цезаре Кунникове и подвигах его морпехов. Собирали трехметровую скульптуру последние несколько месяцев. Тогда же к работе подключился эксперт Донской общественной палаты Николай Ларин, чтобы ускорить процесс создания и установки памятника. Самое последнее – это всех собрать воедино и предоставить в достаточном объеме финансирование. Если нет финансирования, любой проект, ну он обычно рано или поздно задыхается. Поэтому пять лет назад он хорошо начался, а потом в силу каких-то обстоятельств он притормозился. Сейчас ищут спонсоров для установки памятника. Место уже утвердили с городской администрации. Памятник командиру морской десантной пехоты Цезарю Кунникову установят возле института водного транспорта. По задумке архитектора, скульптуру разместят на большом природном камне, а рядом поставят якорь, как некий символ преданности и безопасности. Если все сложится, памятник откроют 14 февраля, в день освобождения Ростова и день смерти Кунникова. Он погиб в 43-м от ранения осколками шальной мины на Малой земле. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Первый, Ростовский. Пол января ждали мы снега в новом году и вот он насыпался. Здорово, отлично, красиво. Вот только зачем мы его ждали? Для чего нужен снег и нужен ли вообще? Послушаем, что говорят об этом ростовчане. Сегодня снег пошел, он нужен вообще в Ростове снег? И зачем, если нужен? Ну, естественно, снег это радость, это и взрослым, и старикам, и детям. Ну, как это? Снег это праздник. То есть это такое для души, да, вещь? Конечно, обязательно, только для души. Не нужен. Почему? Не нужен, потому что пробки сразу, ну, как бы, когда ребенок, да, ты просыпаешься, и ты думаешь, о, там, пойду гулять, кататься на санках. А когда ты взрослый, ты просыпаешься, и ты понимаешь, что, блин, это сейчас час ехать на работу надо. Как же зима без снега, как же елка, как же все остальное, Новый год. То есть нужен? Конечно, нужен. Ну, а сложности не пугают вас, ну, там, пробки и так далее? Да нет, что нам сложности идти? Вон, нормально все, дороги чистятся, все убирается, люди работают, дорожки убирают, парки убирают, все убирается. Зима сменяется весной, как бы, снег тает, он остается в почве, благодаря ему происходит обновление природы. Например, зима пшеница, да, ее посеяли, она под снегом лежит, то бишь она напитывается влагой и набирается силой. Влага растопляет питательные вещества, и она вырастает, то бишь мы питаемся тем, что дает нам зима. Я родилась на Урале, мы всегда были со снегом, катались на санках, на лыжах, у нас были большие сугробы, и 40 градусов мороза, иногда до 60 доходило, и очень было хорошо. Ну, здесь вот, видите, какая погода, постоянно сляхать, если бы чуть-чуть минус был бы, и вообще было бы здорово. Вот снег увидели, наконец, в Ростове, за долгое время, первый раз. Нужен он в Ростове, вот у нас, при наших условиях, и зачем, если нужен? Зачем снег нужен? Для природы. Ну, конечно, красиво, посмотрите. Мне нужен. А сложности? Не боитесь пробки там, ну и так далее? Ну и что? Ну, растает сегодня вечером, я не боюсь. В любом случае, нужен снег кому-то или не нужен, несколько дней он продержится, уж до понедельника точно, а до воскресенья еще точнее. А хорошо это или плохо? Наш метеокорреспондент Елена Доронина, собирая за окном информацию о морозных градусах, озадачилась еще и снежными трудностями. Ростов-Ростовчане, всем привет, привет, привет. Ну что, вот и пролетела первая рабочая неделя нового, но уже такого привычного 2021 года. И мне кажется, оставила она только самые приятные впечатления. Ну, как минимум, на наши с вами головы упал долгожданный снег. Ну, наконец-то, скажут одни, ну зачем, скажут другие. Если вы вдруг оказались не готовы к снегопаду, значит, невнимательно смотрели наши выпуски. Я ведь предупреждала. Сейчас на улице минус 4, ветер западный и едва ощутимый, всего 3 метра в секунду. Самое главное и, наверное, самое желанное, чтобы все это великолепие не растаяло за выходные. И, поверьте, этого не случится. Даже если вдруг снег будет периодически прекращаться, то вот мороз отступать не намерен. Так что самое время брать лыжи, санки и другие атрибуты снежных забав и вперед навстречу приключениям. Главное, не забывайте про безопасность. Ведь столько сложностей преподносит снегопад. Правда ли и какие? Узнаем мы ростовчан прямо сейчас. Доехать куда-нибудь, потому что пробки. А пешком нравится ходить или нет? Нет, конечно. Все мокрое, сапоги все промокает. И даже глаз не радуется? Ну, вообще нет, так-то красиво. Снега мы ждали. Вообще не сталкиваюсь. Погода прекрасная, специально иду пешком. Думаю, часик погуляю. А скажите, вот если нужно куда-то добраться далеко, не боитесь ехать на автобусе, встать в пробки, может быть? А что делать? Ну, постоим в пробке под рельмами. В общем, вы предпочитаете наслаждаться такой погодой? Конечно. С какими трудностями сталкиваетесь снегопад? Пробки, парковка. А все равно остаются приятные впечатления или хочется лучше благополучно добраться до работы? Все равно приятные впечатления. Я пешком иду. С какими трудностями сталкиваетесь во время снегопада? С какими? С Саратов, Липецк, так снега за полчаса. А в Ростове? У нас тропики. А, то есть это вообще даже не серьезно? Ну, как не серьезно. Это свой кайф южный. А скажите, предпочитаете в такую погоду наслаждаться или все-таки сетуете на снег? Конечно, наслаждаться. Нормально. Убрана Пушкинская. А по другим дорогам, может быть? Ну, я в центре живу. Все нормально. Я живу в Москве, основном, уже пять лет, поэтому там снег каждый день. Я сюда пришел, и здесь вообще не было никакого снега. Я, наоборот, рад, что здесь снег. Он очень редко здесь бывает. Трудность в том, что слякать и ботинки мокнуть. Но такие неудобства ростовчане потерпеть готовы. Все-таки снег падает на наши края действительно нечасто. И вот у нас есть время в полной мере насладиться белоснежной зимой. Снежинки продолжат кружиться в воздухе и сегодня ночью. А на термометрах все так же минус три. Завтра днем переменная облачность похолодает до шести градусов мороза. Неприятных ощущений добавит западный ветер, который будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду. В ночь субботы на воскресенье термометры вообще покажут минус одиннадцать. Воскресным днем потеплеет на два градуса. И все так же пасмурно, ветрено и снежно. Новая неделя тоже начнется с холодов. Крещенская как-никак. В понедельник девять градусов ниже нуля. Снег, но вот ветер уже успокоится. Всего лишь метр в секунду. Всем хороших выходных. Пока-пока. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он был на всей этой первой рабочей неделе, напомнит программа «Ростов. Главные». Ее можно увидеть на первом ростовском субботу и воскресенье в 9.30 утра и 7 вечера. В студии были Алина Николаева и Рубен Данов. Приятных выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова